Собрались в Икею. Я вообще не поклонник икеевского стиля всей этой мебели. Мы хотим на кухне стол поменять. Правда, мы еще не знаем, на что мы хотим его поменять. Ну, решили посмотреть, может быть, в Икею что-нибудь такое увидим. Посмотрим. У нас там как-то пространство надо правильно организовать. Приехали в туннель. Небольшой такой, здесь недалеко, в принципе, это Икея, 5-7 езды. А этот район у нас называется «Гвязда» жилой. Это был в 70-е годы построен. Мне нравится. Пришли за одним, а тут уже лазим по этой Икеи. Всякую ерунду смотрим, и оказывается, нам надо для ванны всякие дозовники, подставочки. Накопительство вот этого вещизм, оказывается, и мы тоже этому подвергнуты. В этом отделе сейчас выбирали для счетов, оказывается, подставки нам нужные. Только здесь усообразили. Ой, блин, еле мы вышли вот из того отдела, вот оттуда. Что-то как залезли туда, как начали по всем отделам ходить. То посмотреть, то смотреть, то лампочки, то это. Так это все засасывает, затягивает. Потом так уже устаешь, ничего не хочется. И уже вообще даже забываешь, зачем пришли. Сейчас Костя там еще вон ходит, цветы смотрит. Это его излюбленное место, но я уж больше не могу. Вышли сейчас вот в этот зал где-то. Ну, всякие мебеля. Все-таки надо же посмотреть то, зачем мы, собственно говоря, сюда приехали. Приехали-то мы сюда за кухонным столиком. Ну, короче, что-то нам ничего тут не нравится. Никакие столы, никакие стулья. Вот не наша эта мебель. Ну, то есть, в смысле, это как-то для нас это не то. Надо в каком-то просто мебельном магазине смотреть. А это все как лего белого цвета. Собери сам. Может быть, это и красиво будет в каких-то помещениях смотреться. И хорошо это. Естественно, кто увлекается вот этим вот стилем Икея, для них это очень все хорошо. Но что-то мы какие-то не такие. У меня такое ощущение, что народ в Икею еще приходит просто поразвлечься. Ну, покупать что-нибудь, а потом вот всех посидеть в этих бестро, в этих кафе, народу не протолкнуться. Просто не протолкнуться. Вот такое у нас Икея в Катовице. У нас, оказывается, есть второй этаж Икеи. Что-то мы даже и не знали. Ой, боже мой, тут столько много народу. Ну, вот здесь вот кухня там. Ну, уже я не знала, что еще есть второй этаж. Везде одно и то же, одно и то же. Что-то стоит нормально. А что-то, я считаю, цены завышены. Шаг париться. Это просто демонстрация людей. Все посмотрели. Кухни посмотрели. Спальни посмотрели. И пришли к выводу, что мы еще чуть-чуть мало зарабатываем на все это богатство. А теперь мы ищем выход. Надо идти строго по стрелочке, строго на юг. Ну вот, наконец, вышли мы из этой Икеи. Ну, что сказать. Огромные магазины. Я могу еще раз сказать в очередной раз, я не люблю Икею. Не знаю почему. Может быть, из-за того, что сегодня народу было. Вон, красные фонарики, это занятые места. Вообще, там сзади нас одно красное. Нигде свободных мест нет. Конечно, там очень удобно покупать там для дома все вот эти вот всякие прибамбасы. Не знаю, иногда смотришь вот на какую-нибудь пластмассу. Ну, не стоит она, не стоит она той цены вот, которая там есть. Но за какие-то железки и пластмасски платить по 20, 25, 30 злотых. Паркинг огромный, как и сама Икея. Вон там свободные места. Еще и за тур, как в центре города. Выезжаем. Ну, короче, зато прогулялись. Проехаться все равно лучше, чем дома сидеть. Правда же, Костя? Угу. Ну, и напоследок заехали. Надо купить хлеб. Там еще кое-что по мелочам. Это магазин около нас. Здесь когда-то было Симпли. А теперь вот называется мой Ашан. Ну, конечно, это не такой, не настоящий супермаркет там Ашан. Но такой, просто продуктовый такой супермаркет. Вот, в принципе, здесь все есть, все можно купить. И недалеко от дома. Маленький, небольшой супермаркетик. Ну и что мы в итоге купили в Икее? Ехали за кухонным столиком. А в итоге купили два вот таких вот дозовника. Один в ванну для мыла жидкого, другой в туалет. Ну, такие очень простенькие, но я не люблю всякие такие фельдеперстовые. Потом еще купили такую похожую на мензурочку стакан для зубных щеток. Его очень удобно мыть. Хорошо внутрь жука полностью пролазит. И еще купила, я посмотрела, вот эти вот губки для мытья посуды. Обычно я обыкновенные покупаю губки посуды. А тут думаю, ну, я посмотрю, чем икеевские лучше обыкновенные. Вот такие три штучки, три губки. А ходили мы по Икее больше двух часов. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА